Здравствуйте, я Алексей Коноплев, это программа Репортеры. Наша сегодняшняя история о человеке, который видит искусство в любом проявлении жизни. Самарский документальный фотограф Михаил Петров вошел в мировой топ-50. В числе финалистов конкурса Critical Mass этого года всего один российский автор. И это он. Ради чего и кого Михаил Петров готов перевоплощаться? Как выстроит идеальный кадр? И почему фотоискусство занятие не для всех? Размышления по душам. Год 2013 зимний фестиваль Унимото Сноудокс. Байкерская тусовка для своих и всех, кто в теме. На ней отметится тольяттинский изобретатель Алексей Идультов. Молодой человек, который с детства мечтает стать летчиком, им не станет. Зато оседлает ракету. В толпе гостей будет незнакомец, как окажется, не случайный мотоцикл. И он на разных орбитах, но в этот раз планеты сойдутся. Алексей Идультов восхитит его и спустя несколько лет попадет в объектив Михаила Петрова. Фотография эта вообще не предполагает какого-то конечного результата. Это большее исследование, которое может иметь конечный результат в качестве проекта, может и не иметь. Но это всегда расширение своих собственных границ, своего собственного познания мира, изучение этого мира. Есть несколько, наверное, много способов постижения мира фотографий. Это один из них. Дома на стене полное собрание сочинений его восхищения. Михаил Петров провел в Тольятти некоторое время своей жизни. Он следил за тем, как дорабатывалась та самая ракета Идультова к новым соревнованиям. В результате получилось исследование с элементами полного погружения, чем дышит и живет человек из небольшого промышленного города. Как вечерами он варит, пилит и строгает свою мечту. И главное, зачем это ему? Свои работы исследователь Петров отправил на престижный конкурс. Представительное жюри оценило. Михаил Петров вошел в мировой топ-50 лучших фотографов, единственный в своем роде из России. Да, конечно, интересно. Я порадовался, в общем-то. Но я не склонен так особо отмечать это как какое-то событие. Скорее, это просто как успех, так и неудача. Это стимул к дальнейшему действию. Все. Не более того. Документальный фотограф, преподаватель, член Союза фотохудожников России, член фотообъединения Самарского союза журналистов. Сотрудничал и сотрудничает с мировыми изданиями. В прошлом никак не был связан с фотографией бывший сотрудник одного из научно-исследовательских институтов города. Кандидат технических наук взял камеру в руки случайно. Командировка в Чечню после окончания второй кампании – начальная точка его нового увлечения. И там, в общем-то, наверное, от одиночества какого-то и изоляции, от скуки стал фотографировать. Ну, у нас была еще рабочая камера, то есть что меня опять же спасло. В какой-то момент Михаил Петров понял – фотография уже его стиль жизни, его способ общения с окружающим миром. Человек тонкой душевной организации, слегка отрешенный и погруженный в другие процессы, известный только ему одному. Это некий терапевтический эффект. То есть я по натуре человек, в общем, достаточно замкнутый и неизговорчивый, поэтому… Вот когда камера есть, да, вот есть у нас камера сейчас, и это как-то меня стимулирует, да, поэтому… Если у меня в руках камера, то это опять же меня стимулирует, какие-то границы своей психологии, я исследую, да, свои внутренние границы. Его завтрашний день примерно определен съемка, обработка фотографий, но завтрашний день для него будет очередным открытием. Исследование продолжается по ту сторону объектива. Это все на сегодня. До встречи в эфире и на официальном сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго, до встречи.